Составить конкуренцию главной виновницы торжества – сверкающей елки. В Новый год можно все – струящиеся ткани, люрекс, гипюр, парча, бархат, перья и пайетки. Главное, на что советуют обращать внимание стилисты – крой изделия и его длина. Сейчас именно такая полноразмерная длина актуальна, является и вот тем, той изюминкой стиля, потому что раньше мы носили приталенные короткие жакеты, сейчас такое уже будет смотреться не очень актуально. Длина юбок, например, также, это может быть юбка из бархата, либо юбка в пайетке. А сейчас очень актуальна длина миди, либо между миди и макси, это такая самая трендовая, женственная, элегантная длина юбки. И опять же, она о многом скажет, в каком году, так скажем, вы приобрели это изделие. Ультрамини сегодня тоже в тренде. Главное – чувствовать границу между стилем и вульгарностью. И, конечно, оценить, сочетается ли мини с форматом мероприятия, отмечают стилисты. Для Оксаны Соловьевой выбор наряда на Новый год – ответственная задача. Оксана рассказывает, это обязательно должно быть платье. Девушка следит за модными тенденциями и старается сочетать стиль и функциональность. Я каждый год покупаю новое платье, поэтому уж раз в год можно себе позволить купить себе такую красоту и быть в новогоднюю ночь королевой. Чаще всего, конечно, мы стараемся приобрести вещь, как говорится, и в пир, и в мир. Поэтому, да, больше я все-таки ориентируюсь на то, чтобы платье можно было не только в новогоднюю ночь одеть, но и в какие-то… в кафе сходить с подругами куда-то, в театр, в кино. Поэтому, да, я стараюсь, чтобы потом оно у меня не висело в шкафу. Для тех, кто хочет после праздников вписать наряд в свой базовый гардероб, стилисты советуют присмотреться к костюмам. Пиджак и брюки или юбку можно будет разделить, чтобы создать несколько образов. Брючный костюм всегда у нас основа базового гардероба. Даже если вы выберете брючный костюм из бархата, вы потом с легкостью можете вписать два изделия в повседневный свой образ. Мы всегда можем нейтрализовать жакет из бархата джинсами, белыми кедами, белой футболкой. С брюками тоже самое. Белая хлопковая рубашка, кеды, кроссовки на динамичной подошве, лодочки. Сейчас также актуальны костюмные жилеты. Вот можно взять, например, костюмный жилет, брюки. Потом также рассоединить жилет, носить с джинсами, с юбками в бельевом стиле, либо джинсовой юбкой. Психологи говорят, Новый год – это прекрасная возможность побыть кем угодно. Примерить на себя образ королевы или, например, домохозяйки, если приходилось весь год работать королевой. Так что новогодняя ночь в пижаме – тоже неплохая идея. Главное – вам должно быть уютно в своем образе. Если мы говорим вообще про выбор одежды, например, на Новый год, на любой какой-то праздник, торжество, то главное, чтобы она для вас была какой-то знаковой, комфортной и действительно удобной. И вы примеряли тот образ, который вам в этот момент дорог и значим. Это же тоже своего рода такое ритуальное поведение, да, когда мы следуем каким-то приметам, соблюдаем какие-то правила, в какой-то мере попадаем в ощущение, что мы можем уконтролировать, например, успех, удачу будущего года. Но и стилисты, и психологи сходятся в одном – залог счастливого Нового года – правильный настрой. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. От повседневности до новогоднего настроения – один шаг. Вот он. Встречайте Новый год правильно! Галина Топелина, Константин Головин. События.